здравствуйте уважаемые друзья хочу предложить вашему вниманию уловистую приманку чешская нимфа как вы видите она изготавливается на крючке граб шримп но мы будем изготавливать на таком же крючке но материалы будем использовать несколько другие такие которые доступны у нас дома давайте приступим я крючок для того чтобы вам более детально было видно установил 12 номер но желательно так чтобы вы использовали под величину тех насекомых которые обитают в вашем регионе и я грузил его свинцом не сильно усердствуя я сейчас промотаю ниткой совсем-совсем немножечко но что на обратном пути мы с вами потом будем еще подравнивать тело и приблизительно середины я уже начинаю крепить тот материал который мне понадобится для изготовления моей мушки сегментацию я буду проводить вот такой леской она имеет толщину где-то 01 и слегка флуоресцентная поэтому вы можете проволокой как вам заблагорассудится то есть любыми материалами которые у вас есть под руками можно выполнять эту мушку и доходим почти до середины загиба в качестве привлекающего элемента я буду еще использовать вот такой обыкновенный плоский люрекс который использовался в новогодней елке подхватил подровняли подкрепили теперь подготовил пленочку которой будем накрывать вот такая обыкновенная полиэтиленовая пленка которая идет с упаковки установлю крючок так как чтобы мне было удобно и закрепим пленку подхватили подровняли и теперь в натяжку к месту середины загиба останавливаемся промотали парочку раз теперь можем спокойно имеющейся ниткой подровнять наше тело придать ему небольшую форму сильно усердствовать тоже не надо потому что мы сейчас даббингом практически все неровности скроем нитка у меня специально подобрана такая ровница что я могу ее расщепить по толщине если у вас нитка значительно толк тоньше можно использовать даббинговую петлю я беру расщепляю нить и беру вот такой немножко желто светло оливковый даббинг с кролика чем мельче даббинг тем лучше у нас выйдет с вами мушка поэтому желательно использовать даббинг который пишут обычно файн супер файн чтобы вы могли хорошо потом проработать наше тело так как зимой вода значительно прохладнее нет уже цветущих растений и она от этого у нас светлая и очень хорошо видно всевозможные детали и изъяны те которого мы допускаем при вязании нашей мушки поэтому желательно детализацию делать очень хорошую закрепили наш материал в расщепленную нашу нить и теперь берем просто скручиваем ее слишком длинную не делайте потому что неудобно будут мотать это раз и второе это то что мы не одним и тем же цветом будем изготавливать нашу нимф очку так чтобы нам хватило даббинга лишний даже уберем до середины чуть больше середины нашего тела настоящая чешская нимфа вяжется обычно с 3-4 цветов с обязательной с обязательной точкой атаки вот приблизительно так мы с вами изготовили вот такую даббинговую нить и аккуратно без никаких добавляющих блестящих элементов можете добавить волокна которые у нас попадаются несколько длиннее отгибаем их в сторону загиба и ровно виточек к виточку начинаем наматывать наше тело вот как я вам говорил доходим до середины этих 5-7 сантиметров на вполне достаточно опять ставим крючок в удобное для нас положение в этой точке я буду изготавливать немножко с другого даббинга это вот возьму немножко такого красного кролика можно розового можно как вы захотите возьмем также опять расщепляем нашу нить и теперь как вы видите здесь у нас значительно меньше тела совсем совсем немножечко добавляем нашего красного кролика я прямо беру вот так и отщипываю от меха рассредотачиваем если по каким-либо пусть лучше будет меньше чем больше потому что убрать мы всегда сможем и дверь не добавить мы всегда сможем а вот убрать мы потом с нашей дабинговой веревочки мы никак не сможем и вот так вот ровными виточками начинаем здесь делать точку атаки промотали и теперь добавим еще так как у нас мало если вот как у меня выходит что наша нить уже не расщепляется по каким-либо причинам значит я беру здесь вот так проматываю закрепляю опять нить и и отрезаю одну и вторую и выбрасываю и у меня опять остается сегмент нити который я спокойно дальше могу расщепить совсем немножечко буквально пару сантиметров добавим еще нашей нити наши вернее пряжи закрепили подровняли скрутили и проматываем волоски отводим также в сторону чтобы они у нас не перепутывались лишнее можно по выдергивать вот мы дошли к месту крепления нашей теперь уже грудки если вот такой вот длинная получается ворса это не страшно мы потом все 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 подровняем здесь я делаю завершающий узел и буду крепить другую нить более темную вот так вот вот так вот вот так вот закрепили другую нить грудка у нас обычно всегда значительно темнее чем вся оставшаяся часть тела и здесь мы с вами должны к тому же обозначить еще и лапки чтобы выглядели поэтому для этих целей я сделаю дабинговую петлю и возьму несколько грубее мех это мех под шерсток песца совсем совсем немножко если по каким-либо причинам у вас такого материала нет можете использовать тот же дабинг который вот у вас есть совсем немножечко 2-3 сантиметра все будет зависеть от того какое количество вы себе на нить уложите материала изготовили берем скручиватель пик дабинговой нашей веревочки собираем и формируем вот у нас вышло совсем буквально эти пять сантиметров вполне будут я думаю достаточно можно изготавливать как я изготавливал бока плава с использованием одной нитки допустим с той же пряжей с ангорой чтобы не накручивать здесь нам кучу дабинговых причиндалов но вот такая мушка выглядит значительно реалистичнее и более качественнее по сравнению с другой поэтому стоячая воде это предпочтительнее дошли до места крепления всего нашего тела к колечку и здесь подхватываю я дабинговую нить отрезаю далее остатки теперь будем выполнять следующую операцию с вами мы ничего сейчас не подравниваем я беру блестящий свой люрекс который я закрепил закрепим нить чтоб не убежала не будем забывать и поставим немножечко удобнее для себя крючок поднимем повыше вот так верхняя часть вот если вы видите что она несколько лишняя можно отрезать это уже без ущерба будет теперь мы берем блестящий наш люрекс и начинаем подравнивая возьмем нашу щеточку подравнивая мех начинаем сегментировать следим за тем чтобы проходила желательно с ровным шагом вплоть до самого колечка дошли до колечка сделали один полный оборот и закрепили этот материал остатки сразу удалили опять сделаем узелочек теперь я обычно беру зубную щеточку я начинаю вот так вычесывая подравнивать мех ведь уводя все все бородочки нашего меха вниз для того чтобы мне сейчас было значительно удобно работать я возьму слегка подравняю их длину совсем немножко ровно по жалу крючка отрежу отрезал вот так вот лишнее пока не удаляем потому что в следующем процессе сегментирование мы немножечко утратим еще наши волоски поставим опять в удобное для себя положение берем нашу пленочку и так чтобы она у нас не уходила не влево не вправо а красиво аккуратненько огибала ровно со всех сторон вот приблизительно приблизительно вот так как вам видно и в этом вместе возле колечко я теперь беру и подхватываю свою пленочку закрепили пленочку отрезали лишнее сделаем теперь здесь еще один узелочек я капнул капельку клея что будет не лишнее прикрепление не нашего полиэтилена опять поворачиваю в удобное для себя положение и беру леской начинаю сегментировать наше тело помогаю себе щеточкой или же дабинговой иглой разравнивая волоски нашего меха чтобы они у меня не попадали не заворачивались и не затаскивались на наш чехольчик теперь чем мы здесь выполним чаще эту сегментацию продавливая хорошо нашу пленочку тем более реалистично будут выглядеть наше насекомое поэтому здесь не стоит торопиться выполняем аккуратненько без спешки и для того чтобы вы не можете доходим с вами до колечко ставим опять крючок в удобное для себя положение и здесь сделаем уже один полный оборот нашей лески и окончательно все закрепим я капнул капельку лака на головку совсем-совсем немножечко подровнял бородки нашего бокоплава но если по каким-либо причинам у вас друзья вышло так что этих бородок недостаточно можно воспользоваться обыкновенной вот такой дабинговой иглой перевернуть вот так нашу личиночку и вот такими вот движениями понавыщипывать аккуратненько так чтобы не повредить и леску и люрекс необходимое нам количество нашего дабинга или же воспользоваться благами цивилизованного нашего общества можно использовать вот такая есть специальная игла для вычесывания дабинга очень-очень даже это актуально и я ею практически всегда пользуюсь если изготавливаем маленькие мушки как вы видите очень хорошо удобно и быстро величину саму вот этих лапок бородок которые вернее остались у вас вы будете регулировать сами их количество цвет чем вот больше как я в данный момент их вижу тем для меня так считаю достаточно как допустим в чешской нимфе вы можете посмотреть сами теперь мы еще до конца не закончили у нас у личиночки перед мы сделаем несколько темнее то есть или коричневым или черным возьмем подкрасим фломастером наш полиэтилен очень хорошо подкрашивается район где у нас сам светлая олива покрасим немножечко темнее оливой вот так по горбику и еле-еле-еле я пройду коричневым фломастером так как у нас спинка всегда у насекомого несколько темнее и вот как вы видите теперь вот наша такая чешская нимфа это будем считать мой вариант возьму ответственность на себя готова к работе собирательные образы бакоплава и практически всех личиночек которые вот у нас обитают в такой форме очень уловистая приманка в зависимости от грузки можно также использовать здесь и шарик ставить латунный медный вольфрамовый огружать можно вольфрамом использовать можно круглый год для любой рыбы благодарю вас за внимание до скорых встреч